Начнём. Добрый день, с приятного. Татьяна Александровна Фейфова, можно вас пригласить? Достигла финансового совершеннолетия. Выглядит подобающим образом. Поэтому, что хочу? Благодарить вас за добросовестный труд. Благодарю финансовую систему города Кузнецка. Если бы ещё к этому нам бы денег подкинули, вообще бы праздник был. Но пока, значит, позвольте вам за профессионализм, добросовестное отношение к работе выразить своё уважение, вручить вам почётную грамоту. Ну и пожелать дальнейших успехов. Но, дай Бог, всё у нас будет, так сказать, более, скажем так, прогнозируемо, более свободно с точки зрения финансов. А вы лучше найдёте, как грамотно с этим делом распорядиться. Поздравляю вас. Минутная неделя, как бы положено, фактически предзимней, полвосенней недели была сопряжена с заботами коммунального свойства. Об этом поговорим попозже. Были у нас отключения, аварии. Вот, на практически всех видах сетей, в связи с теплом, потихонечку, так сказать, справляемся. Сегодня у нас одно отключение, да? Сейчас, на данный момент. Два. Второе такое. На Минске и на Путочке. На Путочке. Работают там. Работают там. Вот, к сожалению, вот эти перебои случаются. Вот. В эти выходные нас ещё разборклила ситуация по электроэнергетике. Вот. Практически в ночь пришлось поработать на двух точках. Разобрались там? В чём вопрос? Да, разбрались. В чём? Да. В чём это связано с тем, что там заросло? Там, как и, на самом деле, выплывка есть. Ну, я вверху, стащил вверху с ближайшим, так сказать, с другого дерева. Как же, на Путочке что было? На Путочке что было? На Путочке, да. Кабит с 6-коловой, это вышел на трансформатор. Там сгорает. Вот получилось сгорание, потом пришлось отключить. Аварийный. То есть, когда из-под 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 из-под. Присаживайся, пожалуйста. Значит, что на этой вот... В этой связи хотелось бы ещё раз обратить внимание, значит, всех сетевых организаций на отработку механизма как можно более быстро, значит, диквидации, поиски диквидации подобных машин. Если по теплу, по, допустим, по воде, как-то это ещё на данный момент более-менее терпимо, там сейчас в ближайшие 10 дней, как бы так, минусов не просматривается, что нам в пользу. Вот, допустим, такие вот ситуации, как по электричеству, ну, вечер, воскресенье, люди готовятся к рабочей неделе, значит, и здесь вот на 3 часа мы, получается, отключаемся. Понятно, что не сидим в специальные рубильники, включаем-выключаем, но люди всё равно. Там, например, у них и котлы, значит, на электричество там завязано. Поэтому попрошу в город электросеть на данный момент иметь возможность проработать механизм усиления аварийных бригад, для того, чтобы иметь возможность реагировать там двойным комплектом, если такое происходит. У нас бригада, именно с нового воспитания, дополнительная бригада, и в чьи нестатами, они сейчас проработают. Ну, я понял, что две точки вы перекрыли. Мы перекрыли полностью. Это проходит там, что из-за этого путешествия уже отключился, и вы загариваете. И потом, после того, отключение второго, как второе произошло, сразу автоматически пошло возле бригады. То есть на время приезда не сделаешь. Понятно. Ну, и вот, садись, пожалуйста. Значит, у нас часто довольно-таки бутуржинка страховка убивается. Значит, надо посмотреть, что там дополнительно нужно сделать, для того, чтобы все-таки понадежно запитать этот район. Может быть, дополнительно там почистить линии от веток и так далее. Ну, посмотрите, чем. Потому что, ну, неприятно, да, когда вот так. Сами поставьте себя на их место и поймете, как это все происходит. Но, в целом, как бы, коммунальные службы работают, с задачами справляются, хотя главные испытания предполагают, так сказать, еще впереди, когда наступит мороз, там где-то в середине месяца обещают за 20, где-то на второй половине месяца. Вот здесь нас на этой потренируют ситуации, когда придется, так сказать, давить по максимуму давление, давать, ставить температуру. Поглядим. Готовьтесь. Значит, снова заканчиваем мы наши дорожные дела. Случилось, так сказать, приятное событие. Теперь до подъема на дыжную базу можно доехать по асфальту. Потихонечку цивилизация в сторону различных микрорайонов и улиц Карпат двигается, хотя, конечно, темпы этого движения не так велики, но по нашим средствам все. Работали мы с предпринимателями, значит, встречались с рядом руководителей на ликерово-водочном заводе, пообщались с руководством. Мы с ними сейчас решаем один большой важный вопрос. В общем, практически уже договорились о переносе всего транспортного их потока, значит, на улицу Орженикина. Для того, чтобы там у них и деловая часть, и, так сказать, проходная, и личный транспорт работников. Там все кучковалось, потому что сейчас на данный момент все это происходит на улице Рабочей, улица Нагружная, и когда все это совмещается, не очень все это нам удобно. Как бы ты говоришь, что в этом, не знаю, успеет, нет, но в следующем году точно этот вопрос как бы будет решен. Соответствующее решение руководства холдинга принято, финансирование выделено, и сейчас вопрос практически тут просто приходит. Ну, и общались с руководством мебельного предприятия, которое сегодня является хозяином бывшего рассвета, значит, ну, надеемся, что свои обещания по ремонту фасада, значит, этого учреждения он сделает, выполнит в следующем году, потому что там все-таки строится поликлиника, которая в конце следующего года должна быть в строительной части закончена, в 25-м году уже должна быть работать от медицинского учреждения. Поэтому работаем, работа с хозяйствующими субъектами носит прикладной характер с точки зрения решения тех или иных вопросов города, а не просто, поскольку в режиме визита на посмотреть. Хотя, хочу вам сказать, что, допустим, тоже лекарно-уточный завод активно развивается, с забором не сильно видно, и вообще-то это крупнейший налогоплодельщик нашего города и один из крупнейших налогоплодельщиков нашего региона. Где-то 4,5-5 миллиардов рублей налогов и акцизов в различных уровнях бюджета в какой-то году он заплатит. Это очень большая сумма. Поэтому это предприятие для нас важное. Ну, из общественной жизни, скажем так, культурно-спортивной отмечу соревнования по боксу, которые были проведены в ФОКе, значит, открытые первенства города. Очень представительный состав, хорошая организация. Вот. Это уже традиция. Поэтому люди, которые помогают, поддерживают спорт, наши предприниматели, они большие молодцы. Кто-то говорит, что не только на себя работают, но и делают большое полезное дело. Значит, Андрей, как Грюлев приедет, пригласи ко мне его и Густарова, Сергея, там у меня есть вопрос с ним. Мы на ногах начали обсуждать, надо конкретику перевести. Пригласим, пожалуйста. Переговорим. Продолжали работу мы по гуманитарной части. Значит, дошла наша машина, значит, до города Тахмака, то, что готовило управление в очередь. Молодцы, хорошо подготовили. Значит, своим кормом полторы тысячи, без поломок, все нормально. Я хочу также поблагодарить всех, кто помог скомплектовать эту машину. Я знаю коммунальные предприятия, здорово помогали в жилищной организации. В общем-то, все это очень важно и нужно для токмачан. Там есть на что реагировать экстренным службам. То, что мы им помогли оснаститься, это большое дело. Значит, сейчас мы на этой неделе, Рашид Дорисович, помогаем Росгвардии, да, мы, значит, и, Гаврид Дорисович, там, в каком состоянии у нас аппарат вашей машины. Сегодня будем пытаться заводить и документарь там. Значит, вы меня держите в курсе. На следующей неделе, значит, воины, десантники приедут, заберут, что там нужно для того, чтобы она, значит, была у нас на ходу и могла выполнять сурганционал. Мне скажите, значит, мы тоже, я подключусь, помогу. То есть, потребность гуманитарной помощи есть, особенно в последнее время, часто просят именно автотранспорт. Поэтому, значит, если есть какие-то ресурсы по такому ходовому автотранспорту, уазики, значит, Нивы и так далее, в любом состоянии, мы их там каким-то образом будем приводить в порядок, поскольку это, так сказать, такой ходовой материал для той зоны. Значит, бойцы знают, как ее использовать. Поэтому, пользуясь случаем, если у граждан где-то есть заначки какие-то, машины подобного свойства, пусть обращаются ко мне, значит, депутатам, любым образом доносят эту информацию, будут как-то сообщать, открыть эти машины и передавать нашим бойцам. Также к нам пришло обращение из Калининградской области от общественной организации и властей города Советск. Значит, там очень хорошее движение такое организовано. Калининградская область, как часть Российской Федерации после Великой Отечественной войны, как русская территория, осваивалась, в том числе путем организованного переселения туда жителей из глубинных районов России. В частности, как вот в отрежунованном письме, две с половиной тысячи семей было переселено, переселено, значит, из Пенинской области, в том числе более двухсот пятидесяти семей, это из Кузнецка, Кузнецкого района. Вот именно как раз кузнечане, они, потомки кузнечан, они сегодня живут в городе Советский. И в этой связи предлагаю подружиться, подумать надо о восстановлении клавиатурских отношений. Мы этим вопросом, конечно, займемся. Завтра Наталья Анатольевна, давайте там спланируйте, надо будет записать в виде обращения, проводится там соответствующий форум, ну и посмотрим, можно действительно формализуем наши отношения с точки зрения клавиатурских связей и дальше подумаем, как взаимодействовать. Тем более там такая, значит, наша история отражена, значит, ты, кстати, Ирина Санчисовская, музейщикам поставьте задачу поискать вот эту, подроскопать эту историю. Вообще, глубинная Россия, она всегда занималась вот такая, как Пензенская область, занималась подъемом окраинных территорий, поэтому на Дальний Восток я часть жизни свою провел, там очень много пензенцев, ехали туда поднимать, значит, эту территорию, когда был призыв соответствующий молодыми, потом уже осели, когда бам строили, тоже пензенцы, Александр Серафимович Калашников, известный, значит, человек в Пензенской области, один из таких строителей бамов был, вот, таких знаковых, вот. Целенову поднимали, вот я, опять, в тех краях тоже был, все, встречаешься, бывшие пензенцы, на Целене, на севере много языков, вот, видите, оказывается, в Ленинграде, поэтому земляков найти пензенцам несложно, везде наши люди действуют. Давайте поизучаем этот вопрос. В общем, тоже такая интересная неделя была, ну, основной это наша, конечно, наша задача основная, это работать по тому, чтобы обеспечить жизнедеятельность города по именно коммунальной составляющей. Здесь главный подруг. По следующей неделе, пожалуйста, планы. Уважаемые присутствующие, основной план мероприятий на текущую неделю. 30 октября в понедельник в 11 часов рабочий совещание по организации работы в учреждении дополнительного образования. 31 октября, вторник. В 13 часов областной конкурс советов по воспитанию, проектируем в будущем месте. Мероприятие пройдет в 5-й шкуре. В 16 часов прием граждан по личным вопросам всей ШКХ пролетет Николаю Алексею Николаевичу. 1 ноября среда. В 10 часов выезд в детский объявитель лагерь «Луч». В 14 часов расширение седания комиссии по делам совершенно летних и защитных прав города Кузнецка. В 15 часов совещание по вопросу прохождения отопительного сезона. В 16 часов совещание по вопросу ремонта дорог. В 16 часов седания рабочих групп по оказанию встанной здоровой помощи вынаслушанного участника МСКУ. В 17 часов седания межрежностной комиссии по оценке обследования жилых помещений жилищных фондов Российской Федерации на квартирных домах. 2 ноября 4. В 12 часов торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам. Мероприятие пройдет в детском футболе творчества. В 14 часов седания комиссии по делам не совершенно летних и защитных прав города Кузнецка. В 16 до 17.30 прямую телефонную связь с населением пройдет начальник администрации строительской администрации города Кузнецка Абрама Людмила Николаевна. 3 ноября пятница 9.30 лично прием субъекта бизнеса главы города Кузнецка. В 14 часов в третьей школе пройдет день без дневника. И в 4 школе в 16 часов пройдет расширенное седание Совета общественности училась к правонарушениям в район номер 4. 4 ноября в субботу в родине стоит в 12 часов стоит городское торжественное мероприятие по дневным гражданам. У нас вот это совещание по доп. образованию там что за повестка? Просто текущее рабочее совещание. То есть проблем какой-то такой нет. Ну вот то, что в районе субботу в Европе не добиться 70, а 9%. Мы сейчас каждый месяц эту работу проводим. Хорошо. Значит, в первое число в Луч съезжу сам, посмотрю, что там. Потом, значит, Алексей Николаевич, когда на первое число сразу транзитом через Луч поеду в Ростехнадзор, оттуда, там, начиная приятель, в Ростехнадзор университет, договорись, когда в районе обеда, кто следует. У них это 12 до часу. Сколько после часу? Час. Так, ну, прошу подготовить день призывника, как следует, чтобы там, как вот мне понравилось, как мы делали тогда в 16-й школе. Вот это вот так примерно и должно быть. Ну, примерно, потому что в формате. Надеюсь, пожалуйста. Значит, и по торжественному мероприятию я так... Ну, вы говорите, подумайте. Мне нужен сценарий, идеология, мероприятие надо продумать. Если надо, завтра, сегодня подойдите с теми, кто... Хорошо, я думаю. Мы же делаем там благотворительные мероприятия. Ну, про благотворительные ничего не говорили. Да как не говорили? Не говорили. Ольга Владимировна хотела там, как бы, собирать книги, но... Значит, мы вот тогда сразу после планерки... Хорошо. А дети будем что-то решать. У нас в связи вот с днем народного единства, там, переноса никакого нет. Понедельник. Понедельник будет выходной, шестое число. То есть у нас будет вторник и рабочий недель. Ну, объявите. Значит, напоминаю, что государственный праздник, государственная атрибутика должна быть вывешена. Значит, садитесь, пожалуйста. В целом, я хочу обратить внимание на вопросы организации этого праздника и организационные моменты связываются с этим праздником. Потому что, как показывают последние события, значит, тематика народного единства, она для нас актуальна как никогда. Вчера мы, значит, кадры с Дагестана посмотрели, да, где Палестина, где Израиль, а почему-то все вылилось в простой российский, дагестанский, так сказать, аэропорт. И, значит, по шапке получали почему-то родные советские полицейские, значит, работники аэропорта. Как-то, видимо, есть определенные вопросы, да, умеют наши недруги заносить хвост так, чтобы она потом нам самим же и прилетала. Поэтому, что там и кто перепутал, я думаю, сейчас соответствующие службы разберутся, но мы здесь за свою территорию отвечаем, чтобы здесь никто ничего не покутал надо. Пока про их посылок не вижу, насколько я знаю, но сделать лишний раз напомнить, так сказать, народу, да, что мы в одной лодке и должны грести в одну сторону, это немаловажно, да. Недруги наши, они обязательно попытаются, хоть на этой волне, хоть на другой, сделать так, чтобы мы их между собой переругали. Вот этого мы запустить никаким образом не должны. Один из таких вот, одна из болевых точек, только сейчас расключена в Ближнем Востоке, это вбить клин между конфессиями и народами. Везде, не только там, там болевая точка, но если на нее давить, она растекается везде. Вот это нам четко понимают. Мы здесь, люди, истории ученые, не должны очередной рад становиться, так сказать, подопытными для таких мировых канавок, которые чем хуже, тем лучше. Поэтому давайте подумаем, как это все организовать, и праздник, и все мероприятия. И пользуясь случаем, чтобы уже, так сказать, перейти к следующему, напоминаю всем руководителям о необходимости тщательного контроля за ситуацией на уверенных участках, как касается коммунальных служб, взаимодействия с правоохранительными органами и так далее. Чтобы информация проскакивала мгновенно, у нас основное звено сбора информации – это ЕДДС, чтобы там все было налажено, как положено, Павел Сергеевич, служба информирования. Или праздник был праздником. Понял? Любовь Николаевна, значит, что у нас по обращению? На сегодняшний день вопрос нет. Ясно. Ну, обращений не так много. Здесь вот спрашивают, что ли, значит, улица Васильенко не довели, даже. Значит, для петачка довели, дальше не довели. Довели в том объеме, как было запланировано, чтобы хотя бы петачок связать асфальтной дорогой хотя бы в одну сторону. Другой задачи пока не ставилось, денег пока нет. Также ставят вопрос по ремонту, ну, фактически, значит, придомовой территории по Уинске Победы-7. Ну, уже неоднократно говорили, как это можно сделать. Еще раз надо будет разъяснить в ответе и в управляющей компании посмотреть, что там можно своими силами поправить. Так, по соцсетям, что у нас? По прежнему актуальному вопросу по отсутствию освещения, но надо отдать должность, что встречается благодарность за оперативную дорогу. Много вопросов по стоянке в детской больнице, места мало, машин много, и отсутствие тротуара. Скажешь, что у них происходит? Там на проще погону, Сергей Александрович, на самом деле много очень машин, там чипыжники есть. Благодарим Петрову, он у меня тоже позвонил, сказал, что есть возможность, там вот забрали. Вот мы сделали в этом году, там тротуар, дорогу и стоянка там есть, вот со стороны улицы Рабочий, а оно не работает. Потому что у них, вот, они перенесли все туда. Ну, пока, может быть, сюда перенесут? Пока. Пока, может быть, сюда перенесут, где обустроено. Мы не можем все необъятное охватить. Там надо реконструировать капитальный этот вот сторонок дороги, чтобы там и тротуар сделать, я понимаю, и, значит, дорогу. Мы стоянка, ну, все необъятное. Поэтому пока люди-то на что жалуются, что, значит, вот с этого угла, и откуда вся сейчас активность, она не функциональна. А все остальное, это мы там, вот, с этой стороны мы сделали, там, культурник и красивый, и, вот, ходи, пожалуйста, ног не замыть, и остановку сделаем. Переговорите. Мы выйдем, Николай, может. Переговорите, пусть вот эту сторону пока по активнее задействовать. Придет время, и там сделаем. Садитесь, пожалуйста. Так, по освещению, по, значит, тому контракту, который есть, вот уже, значит, в течение октября месяца восстановлена 191 точка освещения. Это большой объем, хотя постоянно появляются новые, значит, заявки. Вот 191 восстановлено, 81 новое появилось. Ну, это вот такой процесс бесконечный, так сказать, который вот одно ломается, другое делаем. Но работаем как бы с плюсом все равно. Ясно, что сейчас темное время, суток, и более, это больше неудобств доставляет вот эти вот моменты, связанные с тем, что темновато. Ну, работаем, подрядная организация работает. Есть просьба в турлинке около магазина установить ближайшие полицейские. Нет машины. Алексей, посмотри. Что? Мы уже смотрели несколько раз, это не постоянно обращение, то есть там установить искусственную неровность не получится участвовать на соответствии требованиям ГОСТа под искусственную неровность. Должен быть либо очаг аварийность, либо какие-то шоуы, детские сады. Надо что, чтобы наберечься, на магазин. В ДВД проговаривали, как вариант камеру повесить. Ну, фиксацию. Повесить, да. То же, то же, то же, то же, то же решили и те, и это более, ну, вы вот эти вот там свои договоренности превращаете с ГИБДД, превращаете письмо в безопасный город, и по ним в следующем номере, так сказать, уже там в свои номера выходим, куда-то, где нам нужно. Хорошо? Ну, вот поэтому, вот поэтому, вот, вот, пишите письмо. Что еще? Значит, ну, есть по соцсетям, это проект. Вообще, участки просят благоустроить эту улицу Ленина по, вот здесь вот, около диагностического центра, парковку и так далее. Значит, мы, эта задача понятна, но у нас ее можно решить в рамках благоустройства всей дороги, вот на этом участке. Это и дороги, и тротуары. На данный момент мы к этому поступиться не можем, поскольку там практически там аварийная у нас. Мы планируем ее в следующем году, в следующем сезоне эту теплосеть переложить. Как только у нас там, значит, и там это видно, да, у нас там все раскопано. Два квартала, значит, полностью раскопано. Копаем, и будет копать, видимо, еще не раз в этот сезон. Вот, на следующий год мы этот вопрос, если по сетям решим, то можно будет переходить к следующему, так сказать, этапу, это благоустройство с этой улицы вместе, в том числе и пешеходной части. Я думаю, что мы в 25-м году как раз вот здесь будем, такой полюбилей, 245 лет городом, надо будет упереться и площадь привести в порядок, и заодно, это же будет как участок улицы Ленина, вот надо и делать, когда будет квартал, тоже вместе с площадью Ленина. Запроектировать и сделать, если там стоять, то нам не помешает. Значит, и еще там, вот у нас ЖКХ здесь, да, вы написали мне, что в районе шестой школы отремонтировали фонарь на углу там Чикарова и вокзальник. А вы-то смотрели, его точно отремонтировали. Я когда проезжал там, там стоял, вышка не ремонтировали, и вечером на это было. Это самый важный фонарь на этом месте, он не работает, все остальное работает, не скрывая, а он не работает, он вот как раз освещает поворот, поворот и пешеходничек. Поэтому вернитесь к этому. Рашидович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. На прошедшей неделе силами «Олдор-Севы» проводилась уготка «Мосра-Сыновский пункт», уготка «Олдор-Семерка» в четырех улицах. Устройство очистки водоотно-каналки на месяц. Значит, на этой неделе нам будет давить. Вечеринский пункт «Олдор-Севы» проводилась уготка «Олдор-Семерка». Девять улиц. Прочистывали пункт «Олдор-Семерка» в четырех улицах. Установка дорожных знаков. И, значит, мы, как только в этом году снежок небольшой пошел, посыл без соляной смеши. Значит, посыл для перегревки и подъема на мосты. И этого пока покинули. Значит, силами зеленого города провозилась погрузка в область мусора с улицы Скирового города, 22 километра. Значит, опять набираясь по улицам Кирова, по улицам Кирова, продолжим. Подметание асфальтуры, подпроводить. Уборка тротуаров, очистка газонов, гранированные деревья. Значит, по 17 километра высоких было тренировано. И 11 невысоких. И складывающие вывезено 110 километров. Кроме этого, значит, с прошлого на прошлой планете была поставлена задача. Значит, восстановлены линии интерпельда до номер 51, и в порядке справа. Значит, направлено письмо, он с ним здесь, 68, письмо в ТНС, о том, чтобы этот номер сняли с учета и выдать справку по электросинке от монтажа этого камня, который сидит на дворе первой школы. Значит, сегодня будет посыпана площадка, значит, подъездная площадка детского сада. Нужно было по распределению с планией. Иван Николаевич, не забудьте, выехал уже. Так. И... Значит, ливневая канализация прочищена, как я уже сказал. Планируем на этой неделе. Значит, вы исполнили решение судового двореца номер 49, в городе Санабарича, что письмо в городе Российский, в связи с направлением. Уже написали. Это можно и так. Можно там сдвинуть, например, на второй. Давайте на второй. Посмотреть, чтобы не дергаться информально. Давайте на второе число. Хорошо. Все, да? Мы с силой зеленого города, значит, будем вывозить мусор, оставшиеся задержания руководства. Подместение необходимо будет. И на немногие. Деревья, потому что деревья, все же, вот это самое большое деревья, мешают и рельфам. Мы отходим с наоборот уже. Также берем 14-14 совещание по получим билетам. Будем рассматривать. Сколько нам билетов будет. Никому. Ясно. Но, как уже было сказано, погодные пока условия нам благоприятствуют, в том плане, что морозов пока не предвидится. Поэтому сейчас нужно продолжить работу по грейдированию улиц, отработке водоотплодных наших дел и сбору мусора, который, значит, вдоль дорог и до вывоза того, что еще не до вывезли. Значит, также напоминаю, что с элегшиками договорились после праздника в Центральной площади, по вот этим вот нашим консолям, которые мы закупили. Также, значит, где-то там, ну, сегодня-завтра мы договоримся о чем-то, в общем-то, что нам скажет Министерство по охране памятников, потому что мы с нами все годы встречаемся. И тогда вот это, что они там должны нам прислать, основания, то их надо принять, посмотреть. Но, исходя из этого, мы примем решение, где все-таки мы смонтировали отдел. Ясно. Вот, то есть пока там на осмысление вот этого вопроса, примем в холме, словами, где. Кстати, это самое, на этом, там вот этот Сталинградский тополь наш, вы посмотрите за ним вот так, это там где-то веточка у него как-то подломалась, потом табличка, куда делалась там, что это Сталинградский тополь. Там была ровно, внизу табличка. Она должна снять. Да? То есть, да, это должно быть у нас в постоянном режиме. То есть, 19 ноября мы так или иначе, садись, пожалуйста, значит, мы, нам, значит, наш поисковый штаб, поисковое движение, дарит как бы городу памятник в честь формирования, пополнения в нашем городе 277-й стрелковой дивизии, которая затем отсюда ушла под Сталинград. И там в числе других соединений покрылся неувидаемой славой. А 19 ноября мы вот этот памятник, исходя из того, о чем мы как-то говоримся, так и по месту, мы откроем. 19 ноября это день начала контрнаступления советских войск по Сталинграду, день артиллерии. Поэтому такое мероприятие у нас будет обязательно. Мы предложили поставить этот памятник там, где у нас стоит Сталинградский тополь на холме славы, но поскольку там надо согласовать с министерством, как скажет нам, министерство пока не пойдет. Вот если они, допустим, ну, как-то не найдут основания, там стоит, там будет запасной вариант здесь, в городе. По любому случае, значит, на контроль билет. То есть, что, значит, в административной практике видите, какие-то движения есть, вот, все остальное, остальное в рабочем порядке. Садитесь, пожалуйста. Так, Павел Сергеевич, за тобой еще две кубы, которые надо приварить вместе с Владимиром Борисовичем. Значит, как только пауза будет у вас, говорите. Там не так много работы. Так, значит, и вот такой вопрос у нас, Александр Мажаев, что у нас извещательства? А, что-то медленно увозимся. На сегодняшний день извещатели установлены 1386, по прошлому постановлению в пятницу 20-ти на этой неделе. Но у нас еще и тысяча, а время-то идет, вы ускользтесь, посмотрите побольше. По всем нашим позициям, которые под нашим находятся, все уже давно выполнены. Значит, ищите новые позиции, они вот не должны лежать в мертвых грузах. Вот мы ходили в общежитие, где там пожар был, человек там погиб. Вот там она очень не помешала, например. Но это вот только надо формализовать. Под статус не подходит. Слушайте, значит, пополняйте этот статус. Пока мы вот сидим, как собака на сене. У нас есть тысячи извещателей, которые не работают. Иван Александрович, подключайтесь. Все, но письмо министерству труда написали с просьбой включить дополнительные публики, которые обозначены в состоянии пожарной охраны. Но если не толкать, то его и не будет. Поэтому связывайтесь, пределы пеномии, и погнали. Давайте поскорее. Понял? Алексей Николаевич. За прошедшую неделю встяхuelle снабжения водитель работает по устроению двух аварийных ситуаций. На сетях теплоснабжения и горячего снабжения водитель ремонтной работы по устроению 10 аварийных ситуаций. На сетях теплоснабжения были две аварийных ситуации. По деклассификации, в основе с прошлой недели осталось без изменений, стоящие из заявок, 143-й вывод. На прошлой неделе в следующую субботу появилась технодзор с строительными циклоситетами, реализацией и культурами. Нам сегодня должны представить специальные замечания о готовности к городу, который будет прописано в сезон, который в одном из строений, как у нас появилось время. По дорогам занимаются исправлением документов по улице Холмска, право-рабочие. Все исправницы согласовали с инстроем, для того, что мы получили коммерческие предложения по работе по акционной документации на ремонт улицы Стекловска, улицы Пельминского, улица 20-й, стоимость, получается 450 тысяч рублей. И именно по улице Свердлов, как раз, где устроится поликлинир. Там стоимость документации будет 560 тысяч рублей. На первую какую-то страну? Стекловская. Стекловская и заморознуты. Сегодня заявка уже готова. На вторую неделю по освещению, занимаясь устранением порывов, на сетях, будут ставлены порядка 20-х паров. Их по сравнению сложно, долго искали, поэтому темпы по исполнению заявок были снижены. За прошлую неделю поступило 34 заявки, а выпало 38. Как в целом сопережении. По котельным, по котельным, на октябре 61-й, на этой неделе, вывезу котельную. Вообще, планируют скорейшуюся к концу недели с доставкой. По остальным котельным в среду начнут показать фундамент. По маршруткам обращение, по автобусам у нас по обращению за прошлую неделю по нарушению интервала движения не было. В соц. театре были вопросы о том, что не останавливаются автобусы на остановках. Мы сейчас такие частные случаи с руководством проговорили, с водителем все это принялись. У нас там будет, в принципе, технические возможности ездить туда мимо часовни, еще на одну остановку. Мы с перевозчиками проговорили, посмотреть, может, хотя бы там поэкспериментировать будет. А я не знаю, там будет пассажир, поток не будет, но, может быть, хотя бы поэксперименту поедем. Вот, рано или поздно, все равно там, наверное, будет востребоваться. Поэтому имейте в виду. И, кстати, Рашид Ильич, зимнее содержание, вот этот участок тоже там, асфальт, туда-сюда уже нам по взрослому. Единственное там, что вот эти вот, где водоотводную систему строят, может быть, какими-то брушинскими блоками, пока слева-справа. А то я боюсь, там дорога хорошая, кто-нибудь, кто-нибудь сейчас нервнет. Посмотри там, хотя бы там, как-то ограничить. Вот, так, по котельным понял, по паспорту готовности понял, значит, по дорогам понял. Ну, по аэродому у нас в Аэросетях есть подвижки какие-то? Что там занимать? Порядки. Стихозавтра, прибыль, уже геодики, уже сделаем. Ну, полно проработать. Хорошо. Значит, на контроль надо взять, и попрошу сетевиков, особенно, вот, водоканалы, теплосети, по канализации, по колодцам посмотреть. Ну, и геодочасти, это касается и жилищников. У нас всегда проблемы с открытыми колодцами. Где-то люки там утаскивают, где-то что-то. Если, там, летом это как-то одна ситуация, то зимой, там, под снегом, вот, это может превратиться в беду. Хватит сделать обход, хотя бы временные какие-то закрытия. У нас есть часть колодца, которая нефункциональная, их когда могут забить вообще и так далее, там, какие-то старые сети. То есть, вот этот момент надо, вот, отработать, чтобы беды потом не найти. Садись, пожалуйста. И на ванну. Законит, что вы с тобой с тобой? Управление медицинской полномочиями по принятию решения о спрощении срока для приватизации квартир детьми и сиротами. Комиссия по динаму совершеннолетних медицинской полномочиями по поординации подпускной работы в отношении совершеннолетних, проживающих в семьях с детьми, не ищущими от судимости. Я понял. Значит, там, насколько я помню, с 1 октября, по-моему, изменены, ну, как бы ужесточены требования по вольственному учету в предприятиях и организациях. В том числе штрафные санкции большие и так далее. Вы найдите это все дело, с Иоанной Николаевной, значит, состыкутись. Это надо просто разбросать тем каналам информирования, напомнить работодателям, потому что там можно нарваться на большие проблемы. Понятно, да. Обнайдите эту фактуру, значит, и напомните работодателям. Садись, пожалуйста. В прошедшую неделю было подготовлено и подписано соглашение о переспределении земель на общую сумму 2 млн 922 тысячи рублей. Состоялся электронный аукцион на право заключения договора арендной земельного участка в пользу строения Чапаева-1А. Победителем был признан общественной личной ответственностью специализированный застройщик стройзаказ по цене арендной платы 441 284 дня в год. Срок направления проекта договора арендной земельной участки 7 ноября. Подготовлена, помимо прочего, была договорка при продаже арендных участков собственниками объектов недвижимости. В рамках реализации гаражной амнистии к нам обратилось 18 человек, 11 объектов гаражного назначения, было узаконено. Работа с должниками по арендной платы заключалась в подаче в арендных участках в Москву и трехосковых заявлений на отискание с ООПРОФ и стоит долг по арендной платы на сумму 623 тысячи рублей. Также состоялся опцион по продаже квартиры номер 1 и квартиры номер 37 по улице Светлого, которая была приобретена в муниципальную собственность в порядке вымороченное имущество. 518-й федеральный закон, нарастающий в итоге, согласно графику, обработан 1404 объекта из 6863, в графику вкладываемся, и всего дохода в бюджет за тарендную платы будет 2026 тысячи рублей. Ясно. Значит, мы с вами там на штабе говорили, значит, о проблематике вверховаренного вверх, расселения, создания условий для этого дела. Поэтому вот сосредоточиться надо на анализе освобождающихся земельных участков и механизмов, как это все дело нужно предоставить застройщикам, чтобы вы решали свои вопросы, они не свой. И по, значит, спортплощадке 14-й школы, ну, будут тогда встречи с ими товарищами, с административной строительностью. Садитесь, пожалуйста. Так, Людмила Николаевна, вышла из выпуска, да? Что у вас? За прошедшую неделю только подготовлено выдану 5 документов по присвоению адресов. По обращению граждан было 2 месяца. Было предоставлено выпуска из показателя книги по обращению граждан. Обман выписка. За прошедшую неделю направлено 11 писем подписания и регистрации ЖЭС. Согласно информации Росрегистра, на постановку на катастрофы ученых было направлено 7 жилья с площадью 1323, из них 6 поставленных, в площадь 704. Добойство у катастрофы ученых было порядка из всех 8 объектов. Частично из них поставлены, частично жители через РФЦ направили, но еще для вас информация не дошла. И частично в работе. Понятно. По конкурсу на федеральный конкурс, что у нас делается. По конкурсу до 10 ноября сбор предложений по наполнению территории. Ну, сейчас второй этап. Конок там в теме. Понимаете? Да, да. Понятно. Значит, там пришла бумага. У нас как-то все один к одному. То есть приезжал специалист из Каменки, который делает вездные группы. Вот в Макшане я говорил, сделал. Посмотрел в нашу вездную группу, поехал считать и готовить предложение. И там пришла бумага, в почке она есть, значит, по всероссийскому конкурсу проектов вездных групп. Вот давайте-ка мы туда вот с этим там как-то и заедем. Посмотрите внимательно. Вот оно вот прям вчера вот приехал, сегодня пришла эту бумагу. Видимо, там следят за нашими мероприятиями и помогают, насколько это возможно. Я думаю, что мы можем подать неплохую заявку. Давайте вот это вам поручение. Садитесь, пожалуйста. Инна Николаевна, что нового у вас? Мы продолжаем работу по реализации доп. средств. Сегодня объявляется опционное приобретение квартир сироты. Мы в пятницу планируем на аварийчиков. Варианты имеются. И еще нам потеряется доп. средства при рождении первого ребенка сертификат. Он тоже реализован. Средства политического молодого семьи. А у нас вот в торгах там одна квартира была что-то? Она уже, ну, конкурс состоялся. Мы ждем подписания. Нет, мы ждем подписания. Ну, понятно. То есть там все нормально. Да, там все нормально. У нас остается еще одна дополнительная квартира, одна сиротская. Да. Понял, хорошо. Садись, пожалуйста. Так, Ирина Николаевна, как мероприятие прошло с Центробатом? Достаточно успешно. Значит, мы не по отзывам по обратной связи. Мы все отписались. Мы все отписались. Отписались и благодарны представители Центробанка. У меня есть информация о том, что 17-я школа, они как бы, иметь договорился продолжить данное мероприятие. И на время каникул будет работать выставка музея. Работает выставка музея? Да. Ну, как бы, вот, надо поподробнее, хотя бы, все это дело поподробнее разгонять. То есть такое мероприятие, оно даже на областном уровне первое. Здесь вот во всех ее срезах, там и выставка, и в школьные мероприятия, и то, что здесь вот проводилось, все это дело осветить надо, ходить плотно. Так, и, значит, Ирина Николаевна, что у нас с елочными базарами? 12 октября, 5 октября, ну когда тоже включается? Торги на наши, да, вот эти площадки, сколько у нас площадок планируется? У нас единственный мест, который подходит, это Манинский, пользующийся наиболее большей популярностью. Обращений нету, что где-то еще просят, что-то как-то. А в основном все ставят на частные территории. Ну, значит, мы же список раскладов знаем, где в основном раскладов становится, да? Да, мы каждый год предоставляем собственник, кто предоставляет порядок. Ну, надо посмотреть, обновить, скажем так, наши требования, как они должны быть, все это оборудовано быть, как организовано и так далее. То есть заранее разослать собственников, вот, и повнимательнее тогда где-то, как только начнется все ездить, чтобы не санкционировали. Здесь полиция, надо состыковаться. У нас достаточно, как бы, мест легальных для того, чтобы все делалось как положено. Вот, поэтому это самое. Займите этим вопросом, Борис Иванович, подключись туда, помоги. Кстати, надо будет, это, елочек, конечно, гуманитарной помощи отправить будет в Токмак. У них с лёгками беда. Вот ближе туда, давайте, там, в школу, в детсадах, там, где они захотят поставить, чтобы у них были геолки. Поэтому, Рашид Ильич, планирую, там, я с Игорем Николаевичем, по войскам этот вопрос тоже разговариваю. Для нас, вроде, нет ничего, а для них это целый праздник. Ну, и делать надо сразу, там, елки, там, с крестами и так далее, чтобы они, там, сами не учились. Вот. Так, Борис Ильич, есть что добавить? Какие-то? Сегодня начали работать, продолжаем устранение основного. Ну, понятно. Пока, похоже, благотриятный. Давайте, давайте, все хорошо, садись, пожалуйста. Значит, Алексей, у нас кубачал до какого? На две недели. На две недели. Значит, там он прислал бумаги согласовать вот эти предложения. Как только он выйдет, значит, когда подойдете ко мне по модернизации, потому что он же там на пальцах уже оттуда делал детали, затвердите все дело. Поэтому себе пометь, в принципе, я с ним по телефону говорю, надо садиться там уже с двумобильной рукой. Спланируйте, пожалуйста. Алик Ильич, чего хорошего? Путихонка, это поликлинику выстрелы. Я, вот, работу не обеспечиваю, потому что перекопали, не очищаю свои полотки с цементами, все я очень много вводу предложил. Благотриятный. Ну, это, это стройка, это процесс. Ты со станцией что у нас, обежелезный? По станции безжелезный, а в пятницу, мы с подрядчиками, они говорят, что на этой неделе со своим специалистом, который ремонтировал ее, финансовый вопрос до конца порешают, и он планирует, чтобы приедем. Я, что тут уже третий авару, слушаю, параллель будем на судебный взрослый, будем вести. Пусть они будут. Станции работают, все нормально, по качеству нет у нас? Нет. Садитесь, хорошо. Садитесь, что у вас. Антон, что у тебя? У нас все в работе очень порядка, вопросов нет. Хорошо. Так, Сергей Петрович, когда выйдет у нас? Должен числа седьмого выйдет. Значит, Алексей, по контракту, по диагностике, по спортизации дорог, надо владеть ситуацией, что у нас там происходит. Уже время подходит к завершению, не подведут они нас к подрядчикам. И пометь себе то же самое, значит, как калитки выйдет, с него вот эта лестница, лестница на полном славе. Кто-то там занимался, знает, о чем речили. Ясно. Так, ну, Иван Николаевич, я не трогаю. Знаю, чем вы занимаетесь. Значит, Наид, что у нас брать ему меньше? Тихонечко отломил линтовку в пять, получил, но вот. Пока не отнимут, будем за этих разрез. Зря ты об этом сказал, сейчас напишут сразу. А может, там нет разреза, там собаки дикие, близко даже отпускают, там ни сетки нельзя, ни петли выстрелы. В диких она ловит. Ну, и опять же, большинство заявок идут, где собаки уже стерилизованное. Это на Белинского 12, то, что было у нас в области, то, что... Ну, так неизвестная собака, так-то я надрис-то отправил в бригаду. Ну, сразу неизвестная собака, это может кого-то узнать. Соседство, гусево. Ну, понятно. Ладно, все понятно, садись, пожалуйста. Так, Валерий Беевич, какие-то вопросы есть у вас? Я понял, но обратите внимание, Валерий Беевич, садись, пожалуйста. Вы и ваши коллеги, прошу обратить внимание, все эти площадки было сейчас близновато, торги, машины подвозят, отвозят, все это размешивается, надо лепестком подсыпать, почище вызирать все это делать, чтобы вид был приемлемый в этом вопросе. У коллег-жилищников вопрос есть? Ну, у нас вопросов нет, потому что это в общем порядке, потому что на неделе проблема в Зинске с Абатцем была, по конвене, потому что дом сливается, когда у нас там надо было. Но сейчас, если вы выходите, зарядки не спустили, уже спасалось, что пошло, давай, уже. И вот по фонконфейнерных площадок было и кушево-заниловок сервис, не убойство. Какие площадки? У нас на себя 55, там 4, помните, раз в неделю, раз в неделю, раз в неделю, раз в неделю, раз в неделю. Значит, помечайте, я понимаю примерно, о чем речь идет, у них там дефицит с народом, но в любом случае, значит, обозначайте адреса. Значит, если такие моменты есть, вы тогда сразу в рабочем порядке, вот, Шубакаева гоните или Николая, и они будут работать, если у вас самим не получается столкнуть или заказировать. Вот, давайте. У вас что? Это у нас нет, а вот сегодня нет. Так, хорошо, садись, пожалуйста. Так, Сергей, по фокоду там нету, на выходе ничего нету? Там картиза вот этой вот? Нет, пока еще нет. Понял, хорошо. Так, как у нас, Ларисан, каникулы организован? С сегодняшнего дня на проживание в пешеходном нагеряне будет работать в течение пяти дней, по пятницу. Кроме этого, с четырех до девятнадцати организованных занятых других детей, которые не заняты на пешеходном лагере. То есть, основном это будут спортивные соревнования, спортивные, соперник, баскетбол. Кроме этого, в спортивной школе еще организованы соревнования между школами по влевую спортивную школу. В секции все работают. Понятно. Значит, надо... Я понимаю, что вы этим занимаетесь, но мне как-то это самое... Заточить этот вопрос все равно где-то там не за горами ОГЭГ. Как организована подготовка? Как организована подготовка? Ну вот на прошлой неделе в течение двух дней специалисты управления образованием методисты прошли по некоторым школам. Посмотрели ситуацию организации подготовки по итоговой аттестации, это мы сделали. И, соответственно, ближайшим совещанием руководителей, заместителей директора, почек на стоять на работе директора, какие были ошибки временные и положительный опыт будет еще раз освещен для всех руководителей. Значит, у нас не секрет, что есть где-то там локальные, а где-то в целом есть дефицит определенных там педагогов, да, по востребованным специалистам. Здесь надо только как-то маневрировать, значит, брать на паровоз, а потом тогда и факультатив организовывать. Значит, межшкольный факультатив там по-прежнему существует для тех, кто готовит педагогов и пас есть по праву реобразования руководителей. То, что мы можем сделать, значит, понятно, что у кого-то есть средства, у родителей есть желание там как-то продвинуть ребенка, там возможности есть. Они там уходят на частных репетиторах, но это есть такая возможность не у всех, мы должны, конечно. И, значит, и по профориентации. По профориентации тут надо заниматься, особенно вот ребят, кто там после 9, там планирует куда-то, значит, под 9. В сегодняшний момент по четвергам, так как бы, уровень важного понедельника, теперь по четвергам есть еще профориционный минимум, который также программы установлены на федеральном уровне и проводят во всех классах. Здесь, прежде всего, надо завязываться с нашими предприятиями, с нашими СПО и предприятиями, где-то на это самое. Журавля в небе, где-нибудь там в Москвах, это одно, а теницы в руках, вот у нас есть то, что в городе есть. Это надо все донести, показать, рассказать. Вполне приличные учебные заведения, многопройденные, значит, электронные ходят. То, что и по базе развития идет, и потом есть куда транзитироваться, на какие предприятия, значит, все вот эти моменты надо показывать. Давайте, садись, пожалуйста. Так, Ирина Александровна, ну, тогда часовские, значит, зайдете, будем разговаривать. Александр, кстати, ничего у нас? Что касается вакцинации против гриппа, дети вакцинированы на 87,8% от плана. План 10,390, факт 9,125. В настоящее время ту вакцину, которая поступала, реализовали всю 100%. По информации об вступлении очередной партии вакцин пока на сегодня нет. По взрослым вакцинировано 69,5% по нацкалендарю. Из 30,120 человек вакцинировано 20,919. По предприятиям 14,3%, из 7,860 вакцинировано 1,123. Здесь очень длительно поступают вакцины в аптеки и со склада. Вот две недели назад падали заявку, вакцин будет только на этой неделе. Так, всего по городу процент выполнения плана составляет 64,4%. Из 48,370 человек по плану вакцинировано 31,167. Что касается диспансеризации лиц трудоспособного возраста, процент осмотра составил 46,4% от прикрепленного трудоспособного населения к поликлиникам города Кузнецк. Рассмотрено 15,940, прикреплено 34,343 человека. Полно, хорошо, присаживаю, продолжаю взаимодействовать с больницами к этому вопросу. Значит, у нас Наталья Владимировна здесь, у кого? Значит, у нас на сессии принято определенное решение по структуре и так далее. Вы, пожалуйста, запускайте реализацию, там процедурные все моменты. Все проведите, пожалуйста. Так, ну, мы вопросы в планерке рассмотрели. Как еще раз хочу сказать, значит, в следующей неделе у нас начнется рабочая с авторника. Дежурные службы должны быть, такое слово применю, на стрёме. Значит, информирование, доплаты и реагирование на соответствующем уровне. 4 ноября, 12 часов, у нас День народного единства, значит, соответственно, мы проводим торжественные мероприятия. Приедут с Пензо у нас коллектив, да, и с Алимска у нас, с Репикова, да. Думаю, что неплохой концерт будет. Ну, и как его напомнить, сейчас поговорим. Дело, еще раз напоминаю, дело идет к завершению года, закрытый отчетных позиций. Вот, этим мы занимаемся вопросами. Начат процесс формирования регионального бюджета и начинается процесс работы по местному бюджету. Соответственно, как мы говорили, свои позиции надо отслеживать. Те, которые еще нам не ясны, они мало какие ясны еще, честно говоря, позиции по линии культуры, образования и так далее. Вот эти моменты с министерствами надо дорабатывать. И готовимся к следующему сезону. Это касается, прежде всего, ФСД. Это касается и дорог, и сетевых объектов. Это касается, значит, школы. Школы, ну, и, возможно, там, если по культуре мы за что-то зацепимся, то и там будем делать цепь вопросов. Таким вот образом. Объявление, пожалуйста. Давай. Уважаемые коллеги, мы много сегодня говорили по поводу 4 ноября. Сейчас желающему там подойти, здесь пригласить на билеты для себя и для своих коллег. Учитывая, что у нас будет 3 выходных, 4, 4, 5, 6, прошу 3 ноября сдать все графики дежурства и обращение к со срокам исполнения именно на эти 3 дня тоже закрыть все 3 ноября. Ясно. Еще есть объявление? Нет. Все. Поехали. 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 Продолжение следует...